Привет, друзья, с вами я, Адриан, и это будет видео про возможности, которые тебе могут показать, что ты упустил. Но они неправильные, вот эти показатели, они неправильные. И как понять, быстро сориентироваться, стоит ли купить этот актив после пампа. Неважно, это криптовалюта, акция или же другой актив, как никель. К примеру, я пропустил, хотя говорил об этом, что нужно покупать, но пропустил никель. Исходя из этого, задумываешься, ты пропустил, и все, этот памп произошел, и все? То есть не ждать ничего больше от никеля? Или же другого актива? После моего последнего видео, где я говорил и про Степан, GMT, коин растет очень хорошо. Окей, я не пропустил. Я вошел во время консолидации. Не выхожу. И нужно как всегда себе объяснить, почему ты не выходишь. Потому что, когда смотришь везде информацию о том, что сколько будет продлиться жизнь этой пирамиды, или же, как другие называют, на хайпе, я смотрю с другой стороны. Я смотрю так. Во-первых, есть ли реальное использование, и оно дает хорошие результаты. Те, кто пользуются этой программой, им нравится продолжать пользоваться этой программой. Это во-первых. Во-вторых, если на первый вопрос, это да, им нравится, они бегают, у них хорошее здоровье, плюс они зарабатывают. Другой вопрос. Рынок, уже все? Весь рынок пользуется этой программой, и уже начинают как бы делить рынок, несколько конкурентов сильные вошли, и они делят рынок? Нет. Абсолютно нет. То есть, никого, кто бы стоял мимо прогресса Степпен в категории Move to Earn, на данный момент нет. Я об этом говорил, какие конкуренты будут. К примеру, Nike или Converse и другие будут в партнерстве с разными celebrity, известными личностями в спорте, и у юзеров может появиться возможность купить кроссовки, к примеру, из серии Jordan или Cortez, или что-то другое. Так вот, на данный момент конкурентов нет. Если конкурентов нет, и программа набирает большое количество пользователей, которые рекламируют эту программу, тут важный момент. Реклама программы делит юзера. То есть, когда я рекламирую, давай войди в эту программу, программу тут будешь бегать и зарабатывать, тут возникает вопрос. Ладно, там кроссовки стоят как минимум 1000 долларов, 2000 долларов. Есть ли другая? И вот тут, если есть другая, в таком случае это понимание network effect, оно начинает делиться и не привозит того эффекта, который компании нужно, вот это, чтобы network effect работал только для них. То есть, когда был Facebook, помните, когда один из семей или друзей зарегистрировался, он говорил, зарегистрировайся именно в Facebook. Там я с тобой буду общаться, делиться информацией, картинками, обсуждать тему. То есть, другого конкурента, который бы я рекламировал, и ты бы ушел к другому. Вот такого не было тогда. Сейчас то же самое, такого нету. Потому что, кто бы ни говорил про степан, и network effect на данный момент включает всех только в одну программу. То есть, мы понимаем, что компания не только очень сильно растет из-за того, что берет весь network effect на себя, плюс количество пользователей и 200 тысяч, 300 тысяч человек. А сколько человек хочет бегать, ходить и зарабатывать? Я думаю, тут будет несколько десятков миллионов. Возникает вопрос. Я пропустил? Я не вижу этого. Потому что я вижу рост пользователей каждый день. И после последнего обновления использование коина GMT в программе каждый день. Если количество юзеров сейчас 200-300 тысяч человек, и это не будет как... Долгое время будет ставиться на 200-300 тысяч, потом вдруг в один день это будет несколько миллионов. Нет, такое не будет. Это будет параболический рост. Во время параболического роста выйти из актива... Ну, бессмысленно просто. У меня был в группе вопрос. Когда рухнет эта пирамида? Я ответил так. Во-первых, я не думаю, что это пирамида. И для этого у меня очень основные фундаментальные параметры. Почему я так не думаю? Ну, коротко. Когда огромное количество работ не нуждается в людей месяц за месяцем, мы видим, что в фабриках больше на это не нужно человек, чтобы работал. Там будет робот. В поле для собирания чего-то там будет робот. В супермаркете ты оплачиваешь робот или вообще нету человека. То есть мы видим, что как и лифтер когда-то удалился из сферы работы, работать лифтером, так и с прогрессом технологическим все меньше и меньше нужда в ручной, в человеческой труде, труда по всей дневной жизни. И огромное количество безработницы будет расти и расти. Правительство имеет возможность решать безработницу только платя какое-то количество денег каждый месяц за безделье. Но, как показывает опыт, когда платишь бездельнику, он остается бездельником. То есть это не решение. За это решение, чтобы люди как-то стали обеспечивать себя, берутся корпорации. Каждая из них будет предлагать свою возможность заработка. Все в целом будет называться бездельником. Я не помню, об этом говорил, сделал видео или нет. Но базовый доход, месячный базовый доход, к чему мы идем, оно будет формулироваться, исходя из активности. Активности в физическом плане, активности в игре, просмотре чего-то. В активности в Фейсбуке, Инстаграме или ТикТоке. За время провождения в социальных сетях. За активность и сколько это было активно. Ты создатель или ты только лайкаешь, делаешь шер и комментируешь. То есть все это будет составлять ваш заработок месячный. То есть вся структура, модель, вся финансовая заработка. Я своей дочке сказал, что, к примеру, через некоторое время, возможно, через пять лет, они спросят, ваше время было так, что вы должны были как рабы каждый день утром посыпаться, идти на работу, чтобы работать по часам. А то бы не было денег в конце месяца. То есть это рабство было. Вы жили во времена рабства. Да. Через пять лет, когда мы посмотрим назад, мы скажем, что это было ужасно. Потому что сейчас я бегаю, я зарабатываю. Я катаюсь на велосипеде, я зарабатываю. Я просто за провождение в социальных сетях, даже просто как пользователь, я зарабатываю. Все будут зарабатывать, исходя из своей активности. Что суммарно составит базовый доход и решит проблему ненужды человека где-либо. Плюс про учиться и зарабатывать, читать и зарабатывать, заниматься каким-то исследованиями и зарабатывать. Но токенамики для таких же направлений тоже будут. И это будет очень отличным толчком для развития многих научных направлений, для которых сегодня трудно. Потому что находить гранты, фонды для того, чтобы заниматься каким-то специфическим научным экспериментом, это довольно трудно на данный момент. Особенно заниматься математикой. Заниматься вещами, которые не сразу показывают свой результат. Но как показывает время, к примеру, заниматься математикой всегда показывает максимальный результат для всего человечества. Ну, просто потом. Вот эти расчеты, они потом где-то начинают винидяться и создают компьютеры и все такое. Вернемся к Степан. У меня в портфеле Степан есть, и оно пойдет в первичный портфель из-за того, что я понимаю рынок, который ждет Степан. Давайте пойдем дальше. Кто сказал, что нужно ходить и бегать для того, чтобы зарабатывать? Гарантированно, через короткое время. Потому что это понимают фонды. Если будет возможность крутить педали и зарабатывать, что нужно? Партнерство с Трэк, велосипедным компаниям, пьянки, скотт. Всего лишь дело в очень коротком времени, где один стартап или же один из этих компаний не выпустить приложение, в котором ты будешь крутить педали и зарабатывать. Не нужно даже тут много чего нового подумать. Нужно просто взять Степан и адаптировать для велосипеда. Вот все. Чему это я говорю? Потому что следите за этим. Хотите зайти, как в Степан, в 0.1.0.10 центов? Не упустите возможность войти в программу, где ты будешь крутить педали и зарабатывать. Хорошую программу. А это будет видно, как было видно из Степан. У каждого из нас есть какое-то количество ума, которое он может потратить на посмотрение проектов. Я опустил Степан тогда. Сейчас понимаю масштаб. Вижу, что программа работает. Плюс они делают еще и лучшие и лучшие возможности в программе. Отличная возможность войти. Я не вошел в Nexo, когда в Nexo было 10-100 человек. Я вошел в Nexo, когда в Nexo было 100 тысяч человек. И Коин стоил 4,7 центов. Сейчас там миллион человек. Почему я тогда вошел? Потому что я понял, что со всех сторон, плюс я использовал это положение, понял, что не только отличное положение, но и со всех сторон это во много раз удобнее, чем любое нынешнее финансовое и кредитное положение, которое есть в рынке. Сейчас же слежу за развитием Nexo, которое мне очень нравится. И все ходы, которые они делают. Все новые партнерства, новые программные возможности, которые добавляют. Так что следующий степан – это педали. Не упустите. Я тоже смотрю, слежу за этой темой очень сильно. Чтобы не упустить. Кроме степан и педали, давайте посмотрим еще один тренд, который на горизонте. Пока нет. Но на горизонте уже. Это социальные коины. Помните, я говорил, что завтра за время провождения в каких-то социальных онлайн-сайтах вы будете получать коины. Это не обязательно получить Facebook коин, когда ты в Facebook, или же TikTok коин, когда ты в TikTok. Не обязательно. Нужно смотреть программы, которые будут мультиплатформенные. А такие программы будут раньше, чем собственные коины этих больших сетей. Так что это нужно иметь. Очень сильно под прицелем. Также и Play to Earn категории. На данный момент у меня несколько, за которыми я слежу. Все, друзья, спасибо большое. Если вам интересен мой портфель, мои анализы, как я нахожу проекты, и как я думаю, стоит ли там входить, исключить что-то из портфеля, добавить. Все это есть у меня в группе. Спасибо большое. Увидимся.